Дождя... Хесус... Милана Петрова... Скандал... УАААААААААААААА... А ВОК БЛЛОГЕРЯ об этом рассказали? Ну, про скандал... НЕЕЕЕЕТ! Почему? Рассказываю, что происходит... А, вчера я листаю новостную ленту у себя в телеграм-канале, натыкаясь на пост у Миланы Петровой... ...где солист группы 3 дня дождя, Глэф... Хуесосит открыт у себя в Телеграм-канале Хесуса. Это Твич-блогер, достаточно известный, с лояльной аудиторией. Сейчас я закреплю сюда риншоты, прочитайте, а мы продолжим. Ознакомьтесь, ребят, внимательно, поставьте на стоп, это официальный Телеграм-канал. Твич-блогер я. Ух, блять. Если прям супер вкратце, Хесус у себя на Твиче высказался по поводу Глеба, Глебу это не понравилось. И лучшее решение по его мнению. Да, высказался полгода назад. Это важно. Меню решения Глеба, это угрожать человеку. Дальше все пошло еще хуже. Глеб начал давить на Милану Петрову, хотя у него очень плохо вышло. А сейчас я выскажу свое мнение. А ну-ка давай. Я знаю, что у меня есть фанатки, фанаты группы Три дня дождя, но мы с вами сейчас будем обсуждать не их музыкальное сопровождение, а какой человек, артист этой группы. В первую очередь я всегда буду говорить о том, что у публичной личности музыканты, артисты, те же заграничные ребята, у них есть пиар-менеджеры. Умали, Сайру, Си, Адель, Риана, неважно. Это тот человек, который контролирует их мысли, контролирует их высказывания. Бля, а почему, например, у меня нет менеджера, который бы контролировал мои мысли, мои слова? Кто-то, конечно, скажет, бля, вот тебе такой точно не помешал. Иди нахуй. Я сам себе менеджер. Понимаешь, да? Один след, меня никто не контролирует. Я сам решаю, как и что мне говорить. Но некоторые, вот реально есть некоторые там какие-то, в особенности это касается почему-то тех, кто поет песни, артисты какие-то, да? И в особенности рэперы. Они вот реально себя контролировать не могут. Причем не какими-то высказываниями, а то, что они агрессивные. Может быть реально потому, что они себя гэнгстерами считают. Я хз вообще. И у них постоянно есть над ними какой-то человек, который их останавливает. Блядь, почему у стримеров такого нет? Почему у блогеров там, у многих такого в принципе нет? Чтобы сидел какой-то челы такой, с плеткой в руке такой. В один момент, когда тот начинает нагреть, он его хлобысь так, знаете, по жопе ему так. Он такой, а, все, я молчу. Вот. Это бремя, которое нужно нести и понимать. Потому что под эмоциями мы можем делать все, что угодно. Иначе человек должен быть рядом максимально успокоившийся. То есть это менеджер. У Глеба вероятнее всего его нет. Поэтому он удалил потом все посты. Не, не, он есть. Как я понимаю, тот самый Саня. В телеграм-канале он в интернете все помнит. И если бы он у него был, грамотный специалист, объяснил, что угрожать нельзя. Никому нельзя угрожать. Мы люди. Мы должны принимать и объяснять свою позицию. Глебу что-то не понравилось. Глеб, ты известный артист. Правда, ребята, его многие любят. Хотя мне не нравится ни музыка, ни человек, вообще никак. Меня подруги обожают просто. И скоро пойдут на концерт. Человек должен нести ответственность за свои слова. Глеба никак не должно волновать, что у меня... Не, ну, стоит отдать должное Глебу в том, что он извинился. А это пиздец какая редкость со стороны какого-либо известного человека. Что человек, в принципе, может извиниться за то, что он сделал, сказал. Он вчера извинился, причем, ну, как бы, открыто на большую аудиторию. Не где-то в теле, а словами, в дискорде, лично передо мной. И это... Вот это меня пиздец как удивило, на самом деле. Вот, потому что от него такого я не ожидал. Ты как бы такое не ждешь даже от каких-то своих близких там товарищей, блядь. И, там, стримеров, там, блогеров и так далее. А здесь... Ну... Это, на самом деле, достаточно смело поступок. Сейчас-то можно так сказать, что дать поизвиниться там перед кем-то на публику, будучи там известным, это ебать как смело. Ну, Анна Петрова в трусах. С кем она спит? Какие у нее взаимоотношения? Это далеко от реальности. Самоутверждаться за счет того, что я собираю там концерты, соединяю Россию. Ну, вы поняли. А вы там сидите, стримите. Ну, это разная профессия. Не каждому быть музыкантом, не каждому быть блогером. Это тоже очень разные вещи. Я еще, когда открыл эти скриншоты и читал, я не поверил. Это серьезный взрослый человек пишет. Просто у меня складывается ощущение, что текст писал ребенок лет десяти. Столько там просто какая-то дикость сумасшедшая. Я вспоминаю себя лет пятнадцать, может, ну, меньше даже. Я так же и общался. Что я хочу сказать? Я тут за Хесуса. Ну, потому что мне нравятся его мысли плюс-минус относительно всего. И чувак, правда, ну, не глупый, если уж сравнивать с Клебом. Дорогие фанаты, три дня дождя. Ну, я уже готов. Пишите, а я потом, наверное, прочитаю. Что вы думаете по этому поводу, ребят? Это скандал или какая-то херня? У меня есть телеграм-канал, где мы обсуждаем все нон-стопом. Ссылка будет в описании. Не, ребят, надо больше Зеток. За-хе-хе-зу-за. Вместо С Зетки должны быть. Во! Правильно! И поддержите меня, будет очень приятно. Всем удачи! Так, ну, спасибо за поддержку. Так... Так... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!